Вечернее информационное шоу событий итоги дня продолжает свою работу. У нас есть телефон для связи с нами в студии. Прямым телефонным сигналом 311 2947 от города Екатеринбурга 343. Как и обещали, сейчас поговорим о чемпионате горноспасателей. Дело в том, что в Екатеринбурге стартовал 11-й международный горноспасательный соревнование. 25 команд из России, Австралии, Канады, Китая, Индии, Турции, Замбии, Колумбии, Польши, Словакии, Казахстана, а также Луганск и Донецк. Впервые в истории соревнований в них принимает участие женская команда горноспасателей из Канады. В принципе, об этой профессии, о том, чем эти люди занимаются, давайте узнаем прямо сейчас. Горные спасатели-универсалы имеют допуск к работе как под землей, так и на поверхности. Но чаще всего подразделения участвуют в ликвидации последствий обрушения горных пород. В 2007 году поиски выживших после взрыва на угольной шахте в Ульяновске продлились почти неделю. Несмотря на завалы, из 200 человек, находившихся под землей, вытащили 93. Ищут горноспасатели и жертв землетрясений. Всесоюзная трагедия в Армении 1988 года унесла жизни 25 тысяч человек. За 30 секунд был полностью уничтожен город Спитак. В ликвидации последствий землетрясения принимали участие горноспасатели из разных городов. Их силами удалось спасти десятки тысяч человек. По всему миру отряды горных спасателей также привлекают к ликвидации обрушений и поиску пострадавших после крупных пожаров при ураганах и тайфунах. Я думаю, прямо сейчас нужно позвать в студию к нам, собственно, представителей этой профессии. Константин Кондаков у нас в гостях. Человек, который посвятил горноспасательной службе более 20 лет. Неоднократно участвовал в ликвидации аварийных ситуаций. Награжден Орденом Мужества за спасение людей на шахте Западной Капитальной в 2003 году. Главный судья международных горноспасательных соревнований. Заместитель директора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС РФ. Добрый вечер. У меня есть знакомые спасатели, и я знаю, какой набор навыков существует у человека этой профессии. В состязации вы будете, в каких дисциплинах? Там же огромный спектр. Ну, во-первых, это наша специфика горноспасатели. Это те спасатели, которые оказывают помощь шахтерам под землей. Программой 11-х международных соревнований предусмотрено выполнение 7 этапов. Это этап горноспасательной работы в условиях действующего подземного рудника. Необходимо будет обнаружить очаг пожара участникам, принять меры по его ликвидации и оказать помощь пострадавшим. Второй этап – это пожаротушение. Для этого на поверхности построен специальный полигон. Четыре огневых тренажера с безопасным пламенем, так называемым, чтобы не травмировать участников и не получились каких-то неприятностей во время проведения соревнований. Эти тренажеры мы используем для обучения как и профессиональных горноспасателей, так и членов вспомогательных горноспасательных команд. Третий этап – это оказание помощи пострадавшим. Он проводится также на действующем горном предприятии на поверхности. Четвертый этап – это теоретический экзамен. Пятый этап – это будет горноспасательная эстафета. Хочу отметить, что эта горноспасательная эстафета проводится впервые в истории международных горноспасательных соревнований. Россия выступила инициатором проведения такого этапа. Международная ассоциация горноспасателей РМБ поддержала наше начинание. Надеемся, что дальше коллеги, которые будут принимать такие же соревнования, будет доброй традицией – это горноспасательная эстафета. Также у нас предусмотрено выполнение двух этапов. Это индивидуальные состязания техников по обслуживанию дыхательного аппарата и виртуальная реальность. Это зрелищно? Это очень зрелищно. Для этой цели мы организовали онлайн-трансляцию в интернете. Кроме того, зрители могут ознакомиться с видеодемонстрацией и специально выделенных помещений в Уральском государственном горном университете. И довольно-таки много желающих посмотреть и не принять участие. А я думаю, это поднимет престиж не только горноспасателей, а вообще профессии спасателей. Это, конечно, очень зрелищно, но на самом деле служба горноспасателей – это очень опасно. Приглашаем в студию Василия Юрьевича Потапенко. Это шахтер-спасатель с Кемеровской области, командир отделения вспомогательной горноспасательной команды. В 2016 году участвовал в международных соревнованиях горноспасателей в Канаде. Почему я так уверенно говорю? Потому что, во-первых, мы земляки. Во-вторых, моя мама долгие годы, больше 30 лет, работает геологом в Кемеровской области на шахте. На шахте работала, мы посидели все дети, бабушки, и она перешла, слава тебе, господи, на разрез. Потому что каждый раз, когда взбывала эта ВГСЧа сирена, все пугались. И сгорают, когда взрывается метан в шахте, по 30-100 человек. Достаточно ли спасателей сейчас? Знаете, наверное, мне трудно сказать, достаточно или нет. Я думаю, что самое главное, чтобы достаточно было технологий для того, чтобы обеспечить безопасность горняка. И чтобы не нужны были, ну, без них никуда, конечно, без спасателей, горноспасателей. Но самая главная задача – это не допустить аварии. И наша компания старается предотвращать все возможные аварии на нашей шахте. Кто идет служить вот сейчас? Ну, на первый ваш вопрос разрешите, я отвечу. Значит, подразделениями ВГСЧ МЧС России обслуживается стол действующих подземных горнодобывающих предприятий. Наша численность – порядка 4 тысяч человек. Кроме того, члены ВГК, которые нам оказывают существенную помощь при ликвидации аварии, и как мой коллега, я говорю, коллега, сказал, что основная цель их – это предупреждение аварии. Вот сейчас на территории Российской Федерации их порядка 13,5 тысяч человек. Я правильно понимаю, что это участие ответственного бизнеса в обеспечении безопасности? Вот вы говорите, моя шахта, да, вспомогательная часть. Как устроено вот это у вас все? Ну, знаете, очень много угледобывающих компаний, и каждая компания решает для себя сама, на какой уровень безопасности она продвигает свое предприятие. И так как наша компания является лидером по добыче угля, много шахт, и просто необходимо обеспечивать качественную безопасность работы шахтера в забое. У вас же много работы, ну, объективно. Очень много работы. Нет, ну это замечательный пример. Когда вы готовитесь к состязаниям, это ведь все-таки спорт, и он требует определенного перевыполнения нормативов, которые существуют в стандартной жизни, он требует сплоченности. Это работа совсем такая виртуозная. Как вы готовитесь к состязаниям? Правильно вы говорите. Спасибо нашим руководителям, которые дают нам возможность готовиться полноценно и конкурировать, хоть это и очень тяжело с профессиональными подразделениями. Ну, где-то нам помогает ВГСЧ, то есть без них тоже никуда. Спасибо нашим руководителям, что дают нам возможность. Они с пониманием относятся к нашим соревнованиям. Какая самая сильная команда на сегодняшний день в мире среди горноспасателей? Какая страна представляет? Какую страну они представляют? Раз в два года проводятся такие международные горноспасательные соревнования. Крайний раз они проводились на территории Канады. Ну и чемпионом в этих соревнованиях была команда Канады. Так у нас есть шансы. Есть ли шанс у россиян забрать у них пальму первенства? Шанс, он везде есть. И вера в победу, и это присутствует у всех команд. Здесь конкурс профессионального мастерства. Это не состязание, не соревнование. Главный девиз наших соревнований – обмениваясь опытом, повышая безопасность. И мы надеемся на то, что те мероприятия, которые мы спланировали и проходят на территории Свердловской области, они послужат во благо безопасности горнодобывающих предприятий. Вот если говорить о разных странах и разном опыте, экипировка спасателей, она отличается? Или к конкурсу она как-то типизирована? Коль соревнования принимает Российская Федерация, то по стандартам, по всем положениям проводится и применяется оснащение, то, которое разрешено на территории Российской Федерации. У нас опять есть пора. Для гордости? Самая зрелищная часть, ну или зрелищные части этих состязаний, где пройдут? Будет ли интересно простому зрителю посмотреть на эти соревнования? И вообще возможно ли это посмотреть? Ну, я уже говорил. Кроме трансляции в интернете. Кроме трансляции, да. У нас в пятницу, в первое половине дня на бою в Легкотическом Манеже, Урфу, состоится горносписательная эстафета. Это некий симбиоз спортивный, но с профессиональной точки зрения там будет на что посмотреть. Очень зрелищно. Причем будет уникальная возможность зрителям увидеть все 25 команд в одном месте. Это хорошо. Что мы можем пожелать вам только удачи, удачных состязаний. Нашим, неважно из какого города они будут соотечественникам, завоевать Пальму первенства, отобрать у канадцев первое место. Ну и в целом, чтобы поменьше аварий, побольше рутинной, неинтересной работы, связанной с оформлением безопасности, а наша программа движется дальше. Прервемся на пару минут, потом продолжим встречать в студии гостей, поговорим о вопросах ЖКХ и их разделении между ЖКХ и полицией. Когда звать участкового? Вернемся через пару минут. Продолжение следует...